Смелый и ловкий, спортивная смена, сила и мужество, бодрость и здоровье. Это название пяти ступеней нормативов комплекса ГТО, разработанного в СССР в далеком 1930 году. С тех пор мода на здоровый образ жизни не потеряла актуальность. Вчера в Новоуральске стартовала очередная волна сдачи спортивных нормативов. В нашем городе начал свою работу центр тестирования. На базе клуба «Сатори» мы осуществляем прием нормативов ГТО зальных видов. Это подтягивания, отжимания, наклоны, прыжки. А еще метание теннисного мяча в цель, рывок гирей и многое другое. На наших глазах, на зависть окружающей молодежи, Лев Латыпов 30 раз поднял гирю. А еще в планах у Новоуральца в субботу получить зачет в беге на лыжах. Закалка времен СССР – это знак качества и в спорте. Но юные жители нашего города стараются не отставать и тоже заработать свой значок ГТО. Весной я сдал бег 60 метров, бег километр и бросок мяча. А сейчас? А сейчас я даю подтягивания, касание руками пола и прыжок в длину. Кстати, абитуриенты при поступлении в ВУЗы получают за золотой значок отличника ГТО дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Это может сыграть решающую роль при зачислении. Это приятный бонус. А основное – это, конечно, здоровье, которым обладает человек, постоянно нагружающий себя физической спортивной работой. Проверить свои силы и стать обладателем знака отличия можно еженедельно по четвергам с 14 до 21 часа в физкультурно-спортивном клубе «Сатори» по адресу улица Фрунзе, 7А, бывшая школа 55. Для того, чтобы вообще сдать нормативы ГТО, обязательно нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, чтобы присудили УИН номер, у них индивидуальный номер. Обязательно медицинскую справку, медицинский допуск пройти. И также с документами приходите к нам. Будем всех ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова